Друзья, всем белок, а с вами Катя Бельчик, и вы попали на новый обзорчик от Бельчик. За два года я уже так, мне кажется, училась мастерской руками так делать. Друзья, у нас сегодня с вами просто экстренный выпуск. Ничего не предвещало беды, а точнее прекрасного обзорчика. Сидела с утра, горевала, думаю, вот как раз на стриме, ребят, спешит, когда обзорчик, я говорю, ребят, нет новинок, ничего не могу найти. И тут бах, и я просто днем покупаю все новинки разом. Вы прикидываете? Вообще, рад, чего мы с вами сегодня собрались, это в первую очередь, конечно, попробовать эту фанту Дарк Мистери. Просто про которую мне все уже прожужжали, я никак не могла ее найти. Сегодня мы с вами затестим. Далее, второй по популярности, а может даже и первый, уже не знаю. KitKat Senses, новый Gold Edition Deluxe Caramel and White Chocolate. Perfect English, вы знаете. Просто какая-то бомба по ходу дела, хотя отзывы очень противоречивые. Увидела вот такую новинку от Бельвиты. Печенье утреннее с начинкой. Причем, скажу вам так, вчера я его увидела сначала в магазине, подумала, не написано новинка. Но потом мне начали в Инстаграме присылать, в моей группе ВКонтакте тоже выложили, что это новинки. Я подумала, значит, мне не одну поглючило, все-таки это новинка. Ну, очень интересно попробовать. 170 рублей стол по акции. Просто бешеные деньги. Также давно уже купила эти соусы. Но я помните, вам рассказывала историю, как я забыла на кассе. Мне кажется, я всегда отвлекаюсь от темы. Вы же любите, когда я болтаю, да? Примите участие в вопросе, пожалуйста. Два вот таких соуса от Храйнца. У нас здесь соус черри для сырников. Ну, просто сырники рисованы. И соус Swiss Chocolate для блинчиков. Ну, для сырников и для птичков. То есть, в принципе, мешать по-другому нельзя. Но я потом прочитаю подробнее. И, 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 то, что вы попросили меня затестить, я думаю, мы уже такое пробовали. Но все же. Сникерс Пламбир зимний сезон. Я думаю, он ничем не будет отличаться от обычного Сникерса Пламбира. Но мы попробуем и уже определим, так ли оно. А сейчас время ваших лучших комментариев. Что же вы написали под прошлым роликом? Давайте посмотрим. Борис Берников написал. Мне кажется, надо говорить не обзорчик от Бельщика, а обжорчик от Бельщика. И Алиса Карпычева написала. Алиса, стоп. Яндекс, ну напишите нам, мы уже мы с рекламированием думаем, честное слово. Невозможно, это Алиса постоянно включается. Сними на второй канал все виды сырков Баю Александру. Спасибо за идею. Скоро будет даже не на втором, а на основном канале интересный ролик по этой тематике. Там будет даже больше. Ммм, мм, заинтриговала? Да. Ну все, теперь мы с вами поехали. Как всегда, я давайте предположу у нас сегодня, что станет лучшей новинкой, что худшей. Лучшей пусть станут вот эти печеньки. А худшей станет Фанта. Не знаю, что-то такие противоречивые. Опять же, отзывы на нее. Может, мне ничего супер особенного-то и не будет. Это и я предположу вот так. А вы, кстати, тем временем уже можете писать в комментариях, что вы пробовали, что не пробовали, что вы хотели попробовать. Вообще, давайте обсуждать новинки. Давайте начнем. Вот, знаете, вот я сегодня прям буду супер неожиданностью. Соус. Соус для сырников. Этот соус, приготовленный шеф-поваром Хань, специально для вас. Чтобы вы могли сделать необычным, самое простое крюк. Спасибо. Знаешь, я помню, мы у Кичунеза также примерно описание читали. Не так же, а прям одно. Прямо один в один. И это такая была фигня, что просто даже представить страшно. Вкусная начинка для ароматной выпечки. Я вот, то есть, прям должна вот торт с этим соусом готовить. Да вы шутите? Ну, вон нестандартно вот этой вот. Ну, не натуральной вишней, а такой вот просто вишня. Компотом вишневым пахнет. Магазин. Бабушкин компот. Ладно, давайте отъесть. Джем. Вот прям по текстуре джем. Ой, какая притерная фигня. Сначала мне показалось вообще, что это что-то брусничное. То есть, горечь прям пошла. Начинять вот этим пироги, вы уверены? Это просто джем, который назван вишневым соусом. И который мне срочно нужно запить из моего великолепного термоса. Белка шот, между прочим. Ссылка в описании, но вы помните. Ой, хорошо. Вот чаек сейчас хорошо пошел. Вот с термоса, а соус фигня. Обычный продукт выдан за новинку. Я поставлю четверку. То есть, это просто плохо. Я это больше не куплю. То есть, смысла я в этой штуке не вижу. Можете со мной спорить. Я, знаете, это дело люблю. Вот, по мне слишком много сахара. Сахар здесь, между прочим, на первом месте стоит. Значит, его реально дофига. Что, по энергетическим сенсам 220 калорий. Ну, это не так много для варенья, но я такое больше точно не куплю. Давайте уж сразу, не отходя от кассы, заценим с вами шоколадный соус. Я надеюсь, что он будет похож на соус Хершекса, если я правильно... Нет, у меня не Хершекса. Ну, знаете, вот такая вот бутылка коричневая. Это у меня прям в детстве от него... Ой, я прям будоражила сознание. Вот я надеюсь, что это будет похоже на эту штуку. Что его можно добавлять в кофе, например. Здесь нарисованы блинчики. Описание у нас все точно такое же. Глубойкий шоколадный вкус. Идеальный топпинг для десерта блинчиков в кофе и мороженом. Вот, вот. В Старбаксе таким поливают мой любимый кофе. Ореховым чем-то прям пахнет. На первом месте молоко цельно сгущенное. Но это не может быть тогда невкусно. Сироп карамельный, шоколад темный. Почему орехами пахнет? Здесь очень много воздуха. Немножко обмана тут. Слушай, прям нутелла на вкус. Вот не соус, вот прям густое. Не, ну это прикольно. Тоже очень сладко. Я не понимаю, как это наливать на блинчики, как вот они здесь показали. Это абсолютно густая масса. Особенно с таким дозатором вы никогда не нальете так, как на упаковке. Даже не пытайтесь. Но это вкусно. Я прям даже уже думаю, чтобы с этим соусом сделать. Я торт, наверное, им украшу. Мне очень понравился вкус. Он не напоминает тот самый сироп, про который я вам говорила. Но он своеобразный, как будто бы такая слегка жидкая нутелла. Поставлю восьмерку. Вот вы знаете, он почти дотянул до идеала. Просто я не понимаю, как в таком формате можно украсить десерт. Как я уже сказала, слишком густо. И кофе не украсить, просто размешать можно. Но завернуть в блинчик вообще-то, в кашу можно добавить. Много вам вариантов, я сейчас в творог его добавлю. Да, да. Ну что-то расхвалила прям слишком. Восьмерка, восьмерка. Не десятка, конечно, далеко. Ну, вкусно. Оценим сникерс-кломбир. Если он будет таким же, я его даже оценить не буду. Как и смысл он. Вы просто просили, стоит ли покупать, новое ли это. А я, вы знаете, ваш спаситель в мире магазинов новинок. Сохраняю ваш бюджет. Люблю сникерс-кломбир. Сначала, когда откусываешь, думаешь, что это обычный сникерс. Но потом, где-то издалека, до тебя доносится отдаленный кломбир. Это то же самое. Не паримся, деньги не тратим. Но, если вам нравится сникерс-кломбир, то как бы ешьте. Я хотела фантуну потом. Но ваш заботливый оператор сказал, давай сейчас. Не томи людей. Ребята, я уже много про нее наслышана. Знаю, что у нее серая пена. Сейчас мы с вами будем проверять. Вот знаете, всегда так странно. Вот смотришь, что черный напиток и забываешь, что это фанта. То есть, вот сразу я чувствую апельсин. А вот как-то в подсознании сидит, что это кока-кола. У меня вообще другая тема. Я всегда, когда вот вижу черный напиток, я всегда так поражаюсь и думаю, блин, так здорово, сделали черный напиток. Я тебе серьезно говорю. И только потом, через некоторое время, доходишь, что я пью пепси-колу постоянно. Да, что нового-то? Ну, просто фанта. Ой, фу, она прям реально серая. Ох, это будет прикольно. Ну, для таких, как ты, вот для фанта Instamix, для тебя, слушайте, она прям реально черная. Ну, это... Что здесь закрасили? Давайте состав прочитаем, подождите. Ты уже жаждаешь. Ну, на, можешь глотнуть. Я понимаю, что ты хочешь. Ты будешь первым сегодня. Ты, по-моему, выпил весь стакан. Фанта, внимание, перевод. Угадай, как переводится Dark Mystery. Стакан, да? Чего, у меня чудо. Еще есть варианты? У меня это вызывает странные ассоциации. Мрачная тайна. Ладно, боже мой. Тебя заставлять угадывать? Это просто ужас какой-то. Здесь это не литр, а 0,9. Вот так, минутка важной информации. Давайте состав прочитаем. Сахар, фруктовые соки, краситель, уголь, растительный. Написано, допускается выпадение осадка. Я читаю, допускается выпадение волос. Че? Че ты сказала? Чем она должна отличаться? Я просто... Здесь калорий меньше. А сколько мне калорий? Ты знаешь, в ней 20 калорий. Что за фигня по вкусу? В чем прикол? Жидкая какая-то фанта, кислая. Это просто жидкая фанта. Я не понимаю просто вкуса. Что в ней? Даркового и мистерного. Ну это такая разбавленная фанта. Разбавленная фанта. А в чем прикол? Это мне напомнило акваминерали, за которым мы все с вами охотились. Тогда вот черри была. Просто добавили обычной газированной воды. Просто сверх фанта. Да, 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 да. То есть вот есть фанта, кастрюлю, в нее добавили еще одну кастрюлю газированной воды и уголь. И поди угадай, что это за дарк и за мистери. Если бы это было еще ноль калорий, я могу понять. Вот опять какой-то половинчатый продукт получается. Он как бы все равно с сахаром. Ну мне кажется, он не подходит для тех людей, которые любят обычную фанту, но и для тех, кто на ПП, грубо говоря, и следит там, да, и вообще... Потому что он никому не подходит. Да, он как бы никому не подходит. Я ему поставлю 4, потому что для меня это... Я даже 3 поставлю. Ну просто мне по вкусу вообще не понравилось. Это вот классик жанр. У нас как всегда охотимся, охотимся. Два месяца искала эту черную фанту, какая-то фигня. Все, ребята, пробуем с вами печенье. Вот в свое время минутка интересных историй. Вот когда в школе училась, я прям обожала печенье утреннее юбилейное. Оно только появилось. Прям с кофе, с молоком. Я вот, помню, прям все заваривала. Особенно вот прям после уроков придешь. Ой, перед репетитором, знаете, вот там бежать. Съел вот эту упаковку печеница. Сколько, 4 штучки было? Или 3? Ну так я точно уж не скажу. Не настолько мои воспоминания свежи. Давно я училась в школе. Очень мне нравилось это печенье. Потом я выросла, появилось много еще всего интересного, и я забила. Появилось много гораздо вкуснее печенья. И вообще, я сама научилась готовить печенье. И это всегда лучше. Так, давайте прочитаем. 5 цельных злаков, бережная технология. Очень интересно. Одно мягкое печенье содержит сложный углевод. Оно что, мягкое будет? Серьезно? Я не верю. Оно же всегда было сухим и жестким. А, это манделес. Как всегда манделес? Манделес это те, кто мелкую делает. О! Напоминаю, что 70 рублей стоило. Вот столько вот здесь вот. 5 печенек. Оно реально мягкое. Ты мне сейчас спрашивала, новинка или не новинка? В этой печенье никогда не было мягким. Конечно, новинка. Так. Ой, пахнет очумительно. Реально мягкое. Внутри джем. Наверное, как у Хайнса почти. Так. Затестим. Ой, прикольно. Я вообще не ожидала такого. Боже мой. Почему я тогда не ела этого печенья? Я от этого печенья ожидала чего-то сухого, как в классическом утреннем печенье. Когда, вы знаете, вы едите, а у вас просто десна обдираются. Но как бы вкусно. Да, вот этот вот, знаете, привкус жареных злаков, мне кажется, всегда это вообще очень нравится. Я мюсли очень люблю, гранолу. Но это что-то новое. Я вам серьезно говорю. Это прямо для меня личный новинка. Тебе понравилось, главное? Шикарно. Серьезно? Вообще восторг. Ёлы-палы. Хорошо, что я вернулась и купила, а? А то бы даже и не знала. Сколько грамм, интересно, в одной упаковке? Просто здесь вот написано, сколько калорий в 50 граммах. Я бы вам сразу сказала, сколько в упаковке. Я так понимаю, что, наверное, 50, да, все-таки. 187 калорий вот в такой печенюшке. Вот, это одно печенье. Нормально. Ну, а что, примерно так же, как мои протеиновые печенья. Очень, очень здорово. Все. Десятка. Десятка. Неожиданно десятка. Я думала, это будет вообще другое. Все. Супер. Рада я. И теперь финал. Кит-кат Сенсис. Были у нас уже с вами выпуски и кофейный, и кокосовый. Однозначно был. Большущий лайк. Очень нам понравилось. Вот, теперь у нас появился Gold Edition. Кстати, очень в зимнем стиле все оформлено. Как будто бы прям снежок падает. Но не написано, что Winter Collection. Я думаю, читать нам тут особо в описании нечего. В принципе, у нас должен быть белый шоколад с карамелью. А, еще хрустящая вафля. Ну, это с Кит-кат. Ооо. Как ты думаешь, какой цвет? Белый. Да ладно. Да не, шуточка. Да шутка, да повелся. Ты ручонки свои не тяни. Мне кажется, это просто какая-то сладко-притерная масса. Это непривычный Кит-кат. Не хватает шоколада. Ни карамели не чувствую. Просто сладкий что-то. Ну, странно. Ну, просто на предыдущий эсенцию. Да, я говорю. Вкусно, но нежная такая. Вот реально очень сладкая. Просто сладкая, но нет вообще никакого отношения к шоколаду. Шоколаду здесь, честно, к сожалению. Ни карамель, ничего. Она даже особо не пахнет, кстати, шоколадом. В запахе кофе, во вкусе ничего. Попробуйте сами, честно, сложите свое мнение. Я по акции за 59 рублей купила. Как бы не жалко. Но я такой больше точно не куплю. Прям вообще однозначно. И я поставлю. О-о-о. Давайте 4 поставим. Да, однозначно больше не куплю. И вам не могу рекомендовать. Но если по акции увидите, чисто как сложить свое мнение. Может вам очень понравится. Я думала, что мне ребят, кто пишет, большинство, ну, может, они так. Ну, приукрасили немного, там, что не очень им понравилось. Ну, как Киткат Сенсус. Вот мой любимый Киткат Сенсус. Может быть, таким невкусным. Да, может. Спасибо, Киткат. Нафиг вы это сделали. Берите кокосовый кофейный. Просто белиссимо, честно. Это фигня. Или классика уже. Я думаю, все просто понятно, как белый день. Я не знаю. Может, я приукрасила. Но ваш оператор, любимый, тоже сказал, хотя он вообще печенье не ест, не любит. Просто бомба. Особенно вот если бы я куда-то ходила, там, в школу, в институт. Я бы с собой брала печеньку. То есть по калорийности реально так же, как мои любимые протеиновые печеньки. Ну, как бы, а смысл? Ну, здесь то, что сахар в составе. Да пофиг. Да пофиг. Все, нормально. Вы мне нравитесь. А вот худше уже посложнее. Сегодня, ребят, меня разочаровывали. Разочаровывали. Это же не за фанта, да? Фанта, конечно, она. Кто же еще? Можете за ней не охотиться. Если не найдете, ничего в вашей жизни не изменится. Пейте обычную фанту. Если хотите без калорий, пейте пепси. А лучше пейте простую воду. Я же должна это сказать, да? Не надо пить козировки, это вредно. Пейте простую воду. Ну, все, тут удовлетворила. Старший в колене. Ну, все, друзья. Всем большое спасибо, что были сегодня с нами. Надеюсь, вам понравился этот обзорчик. Если это так, можете поставить палец вверх. Вот что лайки не ставить? Я не знаю. Это мистик. А вам что жалко? Подумайте на эти. Вот пока вы думаете, можете поставить лайк. Все, увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Не забывайте подписаться на второй канал. Там у нас еще плюс два ролика на этой неделе. Вы представляете? Белкам. Ну, все. Увидимся скоро. Всем белкам. Всем пока, до новых встреч, покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч, покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч, покупайте мерч. Ссылка в описании, ссылка в описании, ссылка в описании Дальше не придумал